Идея проведения необычного урока родилась всего год назад, но за это время участниками мероприятия стали более 300 школьников города и Тобольского района. Открытый урок помогает выпускникам окунуться в мир нефтехимии и из первых уст узнать о работе крупнейшего предприятия города. В этот раз сотрудники ЗАПСИП нефтехима побывали в гостях у школы номер 13. Безусловно, помогает, когда ты понимаешь, что тебя ждет, какие возможные развития, как в самой компании. То есть ты приходишь уже в расчете на то, что компания будет и в дальнейшем развиваться, какую стабильность она тебе гарантирует. Поэтому знания, они, конечно, всегда сила. Видно, что детям интересно, дети задают вопросы. Возможно и надеюсь, что часть из них останется в Тобольске, придет работать на обтитке нефтехим, будет работать на облахе города Тобольска. Встреча в Касках запомнила школьникам не только новыми знаниями о крупнейшем в стране нефтегазохимическом предприятии, продукции, которые он производит. Мы остались под большим впечатлением после этой встречи. Нам очень понравился такой формат урока, когда дети могут задать вопросы, узнать что-то о работе, о карьере в этом месте. И это им может помочь в выборе будущей карьеры. Нам понравился урок спикеры. Очень понравилось, что они были действительно заинтересованы в своем деле, о том, что рассказывали честно, открыто, делились своим опытом. И, конечно, это очень поможет в будущем самоопределению. Еще одной точкой соприкосновения стала экология. Компания реализует ряд эколого-просветительских проектов, направленных на защиту окружающей среды. Школьники тоже принимают участие во всевозможных городских и областных акциях. Наши дети также участвуют в различных экологических акциях. Например, всероссийская акция «Бум батл», когда мы ежегодно собираем макулатуру. Также собираем для переработки батарейки, капроновые крышечки. Наши дети участвуют в такой квест-игре экологической, как «Чистый город», «Чистый Тобольск». А 22 апреля школа выйдет на общегородской субботник. Наталья Китова, Рустам Рузеев, «Тобольское время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова